В повестке заседания всего шесть вопросов. Работу начинают с внесения поправок в бюджет. Казна пополняется на 222 миллиона рублей. Львиную долю из этих средств потратят на детей и школьников. Миллион рублей направят на развитие театра «Вера», почти 30 – на строительство детских садов. Сдвинется с места и капремонт двух дошкольных учреждений на улицах Есенина и Трамвайной. Его планировали провести еще в 2017 году. Работу должны завершить к концу лета. Денег у нас в городском бюджете, собственно, серьезно не хватает. И что нам нужно принимать участие в тех различных программах, и федеральных, и региональных, для того, чтобы наши школы соответствовали максимально высоким стандартам. И мы очень рады, что сегодня нам выделили 160 миллионов межбюджетных трансфертов, для того, чтобы мы могли и на учреждения культуры, и на школы, и на детские сады все это ремонтировать и доводить всю работу до ума. Стороной не обходит и другую острую тему – будущее главного муниципального перевозчика предприятия «Нижегород-пассажир-автотранс». Часть имущества решено отдать в залог налоговой службе, которой задолжали более четверти миллиарда рублей. По словам депутатов, если этого не сделать, то в городе могут остаться только частные маршрутки. Сейчас для нас самое важное – не остановить работу городского автотранспорта. Конечно, это крайняя мера передачи зданий в залог. Но, во-первых, мы передаем в залог – это не коммерческая структура, а государственная. Это идет в залог налоговой инспекции. Руководитель предприятия заверил нас, что готовится программа реструктуризации. Про имущество говорили и в ключе градостроительства. Народные избранники одобрили новое положение о публичных слушаниях. Присутствовать на них, как и раньше, любому желающему не запрещается. Но последнее слово в обсуждении все же будет за теми жителями, кто имеет отношение к этой территории. В качестве подтверждения – прописка. Иначе избежать неверно принятых решений, говорят депутаты, невозможно. Есть организация публичных слушаний, когда устраивают из этого театральное представление, из других районов за деньги привозят, чтобы провести какую-то акцию. То есть, благодаря поправкам мы надеемся, что теперь таких случаев не будет, и мы сможем этого избежать. В завершении заседания Владимир Панов коснулся темы школьного питания. Поставщиков будут выбирать по конкурсу. Более подробно к этой теме планируют вернуться на следующей неделе. Вероника Кузьминова, Андрей Панов, столица Нижний.